Я еду кататься на ягуарах. Вот я приехал в Land Rover Experience. Пацаны там сбивают все. У них тут стоит странный такой ягуар. Вот такой тут автопарк. Все белые. Красота. Тут у них бездорожье. Ну, такое себе бездорожье, конечно. Ну-ка, насколько этот Land Rover погрузится. Ну, неплохо. По стене едет. Мне бы было бы стрёмно. Поэтому я там не буду ездить. Костян только что покатался на тачке. Очень круто. И вот его впечатление. Он ездил на F-Type. Очень круто. Я погонял. Я научился ездить профессионально. Но когда катали меня, я понял, что гонки это не мое. Вот. Слабак. Еще один представитель погонял. Но он ездил по бездорожью на Land Rover. И сейчас узнаем его впечатление о поездке. Ну что ж. Добрый день, дорогие друзья. Только что я прошел курс экстремального вождения компании Land Rover. Теперь я обладаю неким водительским мастерством. Меня даже позвали на курс на Байкал. К сожалению, курс стоит 200 тысяч рублей. Поэтому я никуда не еду. Конечно же, я никуда не поеду. Более того, у меня нет денег на машину. И вообще я... Но ты им только не говори. Езжу на метро. Потому что... На метро без пробок. Здесь вы можете посрать. Сейчас пойду на обучение. В эту комнату. Мне дали... Вот не то, что вот этим. А мне дали нормальный F-Type 500 там с хером лошадиных сил. Как это вообще двигать? Здесь можно стать удобнее? Да. Как? Ручная кладь? Вообще-то Мерсебес. Ни хера себе. Как они это вообще пошли до такого? Ну, короче, я сейчас буду херачить тут. Они будут завидовать. Гадим Яич, можно с тобой покататься? Нет. Ха-ха-ха. Кстати, вообще не знаю, как пассажир. Что я тебе отомщу за туалет? Все. Это будет в хронике. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ты прикинь что? Я такой сижу в тачке. Говорю, я хочу посрать. Пойду посру. Глеб такой сидел. Сидел такой. А я тоже хочу. До этого причем он ходил в туалет. И выбегает. А я не знаю, где туалет. А этот урод знает. И забегает вперед меня. И там один сортир. Я говорю, бл**, что это за х**ло? Пусти меня первый. Он такой, нет. Понятно. И вот она, месть. Короче, мы в F-Type SVR. Итак, уважаемые коллеги, можете видеть автомобиль XF в пятый номер. За ним начинаем движение по очередности. Для начала приглашаю F-Type номер один, F-Type номер два, BG и F-PACE. F-PACE у вас номер одиннадцать. В нашем правом углу автомобиля есть бортовой номер, который указывает, соответственно, все цифры указывают номер, по которому мы к вам обращаемся. Первый номер у нас в автомобиле F-Type. Второй номер у нас в автомобиле F-Type. Третий номер у нас в автомобиле XJ. И одиннадцатый номер у нас в автомобиле F-PACE. Вот. Что мы сейчас будем с вами делать? Мы сейчас организованы колонной, достаточно плотно, взятые друг за другом, в дистанции порядка девяти метров, будем перемещаться в сторону нашего акцентрома, где и начнется вся наша активность. Третий номер, мы будем с вами в скорость движения выбирать количества того режима движения, которое будет обозначено. Запрещается совершать обгоны, запрещается движение задним ходом. Офигеть, блин, я просто на педаль нажимаю, она прям ее еще сорвет нафиг. Блин, ой, бать. Это не тот говно F-Type. Блин, блин, кайф. Стой, стой, стой. Стой, 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 стой. Охуеть, ебут в поймать. И гага. Офигеть! Сейчас автомобиль с включенной аварийной сигнализацией бегает в сторону, автомобиль по номер 11 Разложает работ. И шага разметки еще раз на помощь, безопасная и комфортная для вас дистанция. Номер два, это просто первое предупреждение. Еще одна попытка разогнать автомобиль в зоне безопасности закончится завершением вашего тест-драйва. Все, детям аккуратно. Зато мы узнали, что это такое. Вы переходите из фазы активного разгона в фазу достаточно эффективного, я бы даже сказал, экстренного торможения. Он не почувствует. Может, в свою очередь будет экспериментировать в вашем месте и оценивать... Разгон так и входит. Разгон мы осуществляем строго по команде «Внимание, марш!» Да, остановка у нас является линией, где стоят наши преподаватели. Борт 2, рабочей зоне, мы продолжаем движение поле. Откроем окончик. 11-й момент, приготовились. Внимание, марш! Блин, это не честно абсолютно, потому что... Следующий автомобиль занимает исходное положение для старта. У них там, блин, две лошадиные силы нафиг. У меня сейчас ссор. Короче, я сейчас буду разгоняться до максимума и тормозить в пол. Сейчас будет немножко красивых звуков и немножко ссыкотно. Тщательно, переезжаем. Третий номер, приготовились. Внимание, марш! Смелый разгон! Ну, мы-то смело разгонили. Только смотрю, у тебя сейчас режим спорт включен, чтобы не занесло жопу. Третий номер, хорошо, вы действительно показали, что торможение у вас было и... Здорово. Второй номер, исходное положение к первому конусу оранжевого сверху подъезжайте. Третий номер, вводим решение, проедет по кольцевому трагу. Приним. Второй номер, приготовились. Внимание, марш! hora, хиха! ёб который приводит, ну вот 3 на выявляетесь ярким представителем... тормозился отпустил повернул большой запас по управляемости такое скоростное движение вот четко вот четко оттормозился прям Сейчас у нас лосиный тест На 60 Потом будет побыстрее Зачем он затормозил Короче, вот просто не стесняйся Резка руль туда-обратно Вот просто, я тебе говорю, шикарное ощущение Поехали Поехали Блин, как красиво Сейчас я тоже погоняю Я прощаюсь с жизнью Прощай, друг Рады были тебя знать Нет А на нас хватит резины? Нет Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Больше нету резины. Это был последний заезд. Но я успел.